Привет, меня зовут Кайя Скаделарио, и я сегодня здесь с Harper's Bazaar, чтобы поделиться тем, чего вы не знаете обо мне. Это слово, которое мои друзья использовали бы, чтобы описать меня, были бы планировщик. Мне нравится объединять людей, немного хаотичным, в хорошем смысле. Забавный и, надеюсь, лояльный. Что делает меня счастливой, что действительно делает меня счастливой сейчас, так это то, что я нахожусь дома в Лондоне и делаю простые вещи, такие как прогулки по Хэмпстед Хит, моему любимому месту в мире, приготовление пищи для моей семьи, прогулки с собакой. Звучит все несколько пресновато, но я думаю, что у нас актеров иногда бывают удивительные возможности путешествовать по миру и делать все эти действительно крутые вещи, но я больше всего люблю простые вещи. Злит. Я люблю быть очень увлеченной футболом. Друзья говорят, что я превращаюсь в другого человека, когда смотрю игру Арсенала, чем я не горжусь, но я могу быть очень-очень увлеченной этим, и это, возможно, перерастает в гнев. Я думаю, что это просто страсть. Честно говоря, каждый день, каждое мгновение, каждую работу, что я делаю, все еще чувствую благодарность и волнение в будущем. Мне невероятно повезло делать то, что я люблю. Многие сейчас не имеют так возможности, чтобы выжить, как многие из моих друзей. А я могу быть креативным, делать то, что мне нравится, и построить карьеру в зависимости от этого. Для меня каждый момент до сих пор остается волнующим. Господин в одном предложении — высокая мода в мире преступности. Я играю с Юзи Глазит, смотрителя империи своего отца по продажам Радхуаны. Она — человек на месте, присматривает за различными поместьями, следит за всем. Она, вероятно, умная, опасная и очень хорошо одета. Не была хороша во многих вещах. Была очень застенчивым ребенком, очень-очень уверенным, очень тревожным. Никогда не чувствовала, что принадлежу. Когда мне было делать, я играл Оливера Твиста в школе в школьном спектакле. Это был первый раз, когда я действительно почувствовал связь. Отерство было моей страстью, не ради карьеры или славы. Это было то, что мне нравилось делать. Это было как дыхание. У меня была крошечная летняя работа флориста в 15 лет. Получил ее благодаря опыту работы в школе. Мне нравилось. Мне нравилось, несмотря на то, что приходилось выполнять грязную работу, как смену мутной воды в вазе, отвратительно. У меня были шипы в руке. У меня нравилась идея управления таким малым делом, таким несущественным, но для кого-то значимым. Хорошие моменты конверного совета звучит банально, но это правда. Помню, как смотрела один из документалов о Бейонсе. Она рассказывала о своем вежливом обхождении с людьми. И я думаю, что у всех нас, у всех женщин, есть такая штука. И я работала в индустрии уже 15 лет. Так боялась, что как женщина я должна работать вдвое больше, чтобы выдавать улыбку на своем лице, казаться приятной, симпатичной. Во многих случаях, знаете, если актер-мужчина интенсивен, то это воспринимается как творческий человек. А для женщин мы отвечаем на более высоком уровне, и нам очень легко списать, как трудных для работы или что-то в этом роде. Поэтому я всегда компенсирую это тем, что очень вежливо. Иногда это стоило мне того, что я не утверждаю себя так, как должна. И я помню, как Бейонсе говорила об этом, и говорила, что теперь она знает, что ей нужно, и она не знанится сказать это. И я еще не совсем там, потому что иногда я болезненно вежлива по-британски. Но я становлюсь намного лучше в своей карьере, принимая решения, будучи напористой в том, чего хочу и что считаю правильным. Чувствовать, что я принадлежу съемочной площадке так же, как и все остальные. Это, который я бы дала себе в молодости, что уделять больше внимания налогам и своему бумагу-малтеру, а также как следует изучить жизненные навыки, и что это очень-очень скучно, но очень-очень важно. Они действительно должны знать, что происходит. У меня никогда толком не было никого, кто бы присматривал за мной в плане бизнеса. Ушла из дома, когда мне было 16 лет, и мне пришлось разбираться с этим самостоятельно. И это очень тяжело. Я думаю, что детей в школе обязательно надо учить жизненным навыкам, потому что я ни разу не воспользовалась тригонометрией. Что для меня означает забота о себе? На самом деле, в последнее время это немного изменилось. И пять лет назад я бы не поверила, что я произнесу это вслух, но я начала заниматься горячей йогой. Что раньше я ненавидела физические упражнения и не очень заботилась о своем теле и о себе. А сейчас я действительно сделала это своим приоритетом. Мне очень нравится тренироваться. Развлекаюсь вечерами с играми с друзьями. Я не чувствую потребности постоянно идти на вечеринки. Наслаждаюсь тишиной и большей уединенностью. Люблю читать книги и отдыхать. Самый ценный совет по уходу за кожей, полученный на съемках. Кожа страдает от длительного подогрева и большой нагрузки. Теперь уделяю особое внимание правильному увлажнению кожи. Использую солнцезащитный крем с SPF 50, потому что у меня сомнительная кожа с веснушками. Научилась любить свои веснушки и защищать их. В конце дня обнятельно увлажняю кожу. Делаю ночную маску раз в неделю. Она помогает проснуться более свежей и напоминает пить много воды. Как старушка, но это правда. Чувствую себя прекрасной, когда мой сын говорит мне об этом. Когда он говорит, что я выгляжу счастливой или готовлюсь выйти, и он замечает мою красоту, это важно, потому что дело не в том, что я чувствую счастье. Именно так должна выглядеть настоящая красота. Что же роскошно. Пила я роскошные вещи. Мне нравится качественное белье. Знание, что белье под одеждой для меня и тех, кого я выбираю, это волнующее. Нашла я прекрасные шелковые вещи. Ага, у меня особо привлекательное белье, которое делает меня очень женственной, сексуальной, даже в гриме или повседневной одежде. Знать, что на тебе это белье, это волнует. Люблю Electric Feel от MGMT. Она связывает меня с Bristol'ем, с Skin's, с ночной жизнью в Bristol'е, которая была классной. На кривого. Хожа на инди-фазу. Выходишь в кедах и рваных джинсах. Всем наплевать. Идешь танцевать и патить. Это мне и нравится в вечеринках. И эта песня возвращает меня в то время. Я умею танцевать самбу. Я бразилец. И умею танцевать самбу. Так что да, я могу показать свой номер. Макаронный номер на вечеринках. Вы хотите, чтобы я показал? Это макаронный номер. Не уверен, смогу ли я сделать его здесь. Если попробуете сами, поймете, насколько это круто. Если положить ровно, можно дотянуться туда, а я могу вернуться обратно. Это, наверное, ужасно для моих суставов. Проверим через несколько лет. Я люблю читать. Не так давно я закончил «Завтра, завтра, завтра». И это было невероятно. Скоро уезжаю в отпуск и купил шесть книг, которые еще не читал. Постараюсь прочитать их все там. Люблю автобиографии. На самом деле, сейчас я перечитываю все книги Руальда Даля для своего сына. И это действительно волшебное возвращение в то время. И Жаклин Уилсон на самом деле. Я заставляю его читать книги Жаклин Уилсон. И для меня это как мои школьные годы, когда я возвращаюсь назад, перечитывая их в тихо. И это что-то вроде действительно темных тем, которые она затрагивает. И я думаю, что это довольно круто, что она была готова сделать это. И что, будучи девочками-подростками, у нас это было читать. Так, книги Жаклин Уилсон. Лучший подарок, который мне когда-либо давали. Мои друзья устроили мне невероятный тридцатый уикенд. И это был лучший уикенд в моей жизни. Мы жили в красивом доме в сельской местности. И они сделали его очень-очень веселым и полным мелких деталей. Что у нас была тема девяностых с ночевкой в первый вечер. И мы играли в пивной понг. А затем у нас был вечер загадочного убийства. И мы играли в джингу и прятки. И это было так же, как добро о том, как вы возвращались к своим детским ночевкам. И был огромный подарок. Все нашли время. Многие друзья, актеры, они везде, но собрались. Было здорово. У меня есть греховные удовольствия. Мои удовольствия реалити-шоу бездонная бачка. Могу часами теряться в реалити-шоу. Отчает мозг лучше всего. Не до открыла настоящих домохозяйок из Нью-Джерси. Вместо подготовки к встрече смотрел 8-часовой марафон. Спасибо за просмотр. Надеюсь, интересно узнать обо мне больше.